Когда в Новосибирске на поездку дня был поставлен вопрос о том, как поднять с колен городские бани, выход нашли в заключении концессионных соглашений. Так, группа компании «Объединение-24» в буквальном смысле вдохнула новую жизнь в обедшавшие здания трех городских бань. Но еще с одним концессионным соглашением у компании возникли проблемы. С момента его заключения ситуация в мире и стране изменилась настолько кардинально, что бизнес не может выполнить взятые на себя обязательства. Что пошло не так с легким паром? Идея реконструкции бань за счет бизнеса была хороша тем, что на это бюджет не тратил ни копейки, а сами активы оставались в собственности города. Кроме того, это позволяло сохранить низкие тарифы для льготников. Так выглядела 23-я баня в Первомайке в 2018-м. В здании, построенном в 1977 году, за более чем 40 лет не было ни одного капремонта. Его износ составлял 45%. Это раздевалка на 38 посадочных мест. Здесь у нас помывочное отделение. Обратите внимание на тот же самый потолок. Видны сразу даже оголения стальных металлических конструкций на железнобетонных перекрытиях. Поэтому все это требует, конечно, капитального ремонта. Город отдавал бане в концессию парами. Одна из бань была экономически выгодной, вторая не имела прибыльного потенциала. Именно такой и была баня на Версаево. Трещины на стенах, разрушенная кладка, отсутствие приточной вентиляции, изнушенная система водоснабжения. В таком состоянии объединение 24 получило здание. У концессионера было три года на его реанимацию. Компания уложилась в один год. Мы оставили пять несущих стен. В принципе, здание осталось пять несущих стен и все. Когда мы начали реконструкцию, мы были шокированы. Вообще, что тут было? В перекрытии падалась штукатурка какими-то глыбами. 25-я баня в Калининском районе тоже была полуразрушенной. Кроме того, ее реконструкция усложнялась тем, что уже после заключения концессионного соглашения здание получило статус ценно-исторической застройки как культурного наследия. В связи с чем пришлось полностью перерабатывать проектную документацию и делать историко-культурную экспертизу. А еще ранее перед этим были изменены требования к фасадам зданий города. Тоже пришлось переделать всю проектную документацию. Там, по-моему, миллионов на пять, на шесть. Это также повлекло удорожание. То есть только по итогам реконструкции 23-й, 24-й, 25-й бани в городской бюджет поступило имущество стоимостью больше 100 миллионов рублей. В общей сложности при реконструкции трех бань компания потратила на 30 миллионов больше, чем рассчитывала. Увеличился и срок окупаемости этих вложений. По 25-й бане это порядка 12-14 лет. По 1-й и 23-й он больше срока концессии. При этом по условиям соглашения концессионер четыре дня в неделю принимает льготников. Убыток от каждого льготника за один час составляет 700 рублей. И они никак не компенсируются ни мэрии. При этом, например, банное хозяйство Сибирячка на балансе, которые эти бани состояли, как раз-таки получало эти субсидии. Плюс содержалось за счет средств от городского бюджета. Самые большие проблемы у компании возникли с реализацией концессионного соглашения номер 20, в рамках которого необходимо реконструировать бани на клубной и переездной. Произошла пандемия, произошло СВО, покупательская способность людей уменьшилась, товары выросли, обслуживание выросло, коммунальные платежи гораздо стали больше, чем они были изначально. Та же химия, которая для бассейнов, парильных помещений, это в основном импортная химия, которая выросла в разы. Даже по официальным данным, которые дает Росстат, официальная инфляция составила с 19 по 2024 год 43 с лишним процента. Во время пандемии весь банный бизнес был закрыт. Работать было нельзя, никаких компенсаций в связи с закрытием бани не получили. С 2020 года компания от безысходности многократно обращалась в мэрию с просьбами о расторжении концессионного соглашения или существенном пересмотре его условий. По информации Департамента потребительского рынка, поддержка концессионера заключалась в том, что сроки реконструкции продлевались дважды из-за неблагоприятной педобстановки и последствий антироссийских санкций. Однако реальной помощи в выходе из сложной ситуации концессионер не получил. Понятно, что от срочка решения проблемы не может решить саму проблему. Если нам поменяют концессионное соглашение, так как мы просим, мы готовы реконструировать эти бани и запустить их в эксплуатацию. Тогда хоть какая-то выгода будет. А на тех условиях, в которых оно заключено, мы, к сожалению, не можем, потому что нам и в кредитах отказали, у нас просто... Мы сюда вложили гораздо больше, чем должны были выложить и чем рассчитывали выложить. Сейчас бани на клубной переездной не работают, но за их содержание надо платить. В какое-то время эксплуатация бань была возможностью покрывать убытки. Но поскольку это не предусмотрено условиями концессии, мэрия обратилась в суд, требуя взыскать неосновательное обогащение. Представленные отчеты об оценке, во-первых, составлены на нерелевантные даты, во-вторых, они не учитывают техническое состояние здания. Мы в рамках этих дел обратились со встречным исковым заявлением, потому что в части здания бани номер один изменился подход самого управления архитектурно-строительной инспекции. То есть теперь считается, что это не реконструкция, а капитальный ремонт. Поэтому, на наш взгляд, запрет на эксплуатацию является довольно спорным моментом. Вне зависимости от исхода суда, компания хочет расторгнуть концессию номер 20. В мэрию отправлена досудебная претензия. В ответ на наш запрос, в профильном департаменте сообщили, что сейчас проводится мероприятие по расторжению соглашения. Но можно ли считать, что концессионный эксперимент в Новосибирске провалился? Очевидно, нет. Город получил несколько капитально отремонтированных за счет бизнеса бань. В результате проведенной объединением реконструкции зданий трех бань этот актив существенно вырос в цене. Но, очевидно, и другое. Концессионер, который столкнулся с последствиями пандемии, санкций и инфляции, хочет снять с себя непосильное ермо одного из концессионных соглашений. Какую позицию в этом вопросе займут власти, покажет время. Пока инициативы в вопросах поддержки концессионера мэрия не проявляла, оставляя его со своими проблемами один на один.